Всем привет, друзья, с вами Джонни, и это седьмая серия нашего пути до кастомного самолета на Аризона РП Гилберт. Давайте наберем под этим роликом одну тысячу лайков, ведь то, что вы сегодня увидите, имеет два исхода. Либо я уйду в плюс, либо я конкретно облажался. Ну и конечно, не забудьте подписаться на канал, если вы здесь впервые, и чтобы не пропускать новые серии, обязательно ставьте колокольчик. Ну а я вам желаю наиприятнейшего просмотра. Давненько я не был на пабге, поэтому нужно это исправить. Десантируемся на самую ближнюю крышу, и здесь сразу у нас находится дизерт игл, шотган, шлем, бронежилет, а также другие предметы. Замечаю одного игрока, но пока что пускай он еще поживет. Ну а дальше я нахожу вообще снайперскую винтовку, и можно сказать, я уже готов брать топ-1, как вдруг на меня выходит игрок с шотгана. Но с помощью дигла я, конечно же, повалил его на землю. Снова выхожу из домика, и замечаю на этот раз другого игрока, который, видимо, лутал предметы прошлого чела, что я убил. Убить его для меня также не составляет никакой проблемы. Лутаю его вещи. Ну а далее я немножко отошел. Заметил игрока также со снайперской винтовкой. И тут либо он меня, либо я его. По итогу я его убиваю. И буквально за несколько минут начала пабга я уже сделал целых три убийства. Подходим к его ящику, видим, что у него был рюкзак третьего уровня. Ну а также лутаем патроны на снайперскую винтовку, и отправляемся дальше. Четвертого челика также не составило проблем убить. Игрок просто бегал по открытой местности. И это самая удобная мишень, которая может быть для снайпера. Далее я заметил еще одного игрока, но я решил, что нужно уже отсюда куда-то сматываться. В какой-то момент я нашел автомобиль, ну а на нем передвигаться гораздо проще. В какой-то момент вижу ящик на земле, решаю его залутать. Ну и по всем традициям пабга, вы были кикнуты по подозрению в читерстве. Обидно на самом деле, ибо я был уже настроен на победу. Но да ладно, повезет в следующей игре. Перезашел в игру, и самое время собрать хлопок, что у меня уже вырос. И друзья, я думаю над тем, чтобы закупить еще несколько грядок, льна и хлопка. И возможно в дальнейшем даже создать свою собственную ферму. Напишите обязательно в комментариях, что про это думаете. Также открыл бесплатные сундуки. С одного мне выпала бронзовая рулетка, ну а с другого купон на x4. Ближе к часу ночи я снова решил половить домики. И кстати, на руках у меня если что 46 миллионов. Слетает дом прямо у начала Вайнвуда. Я его отмечаю на карте. Но конечно же, половина сервера находится уже на метке этого домика. На следующее утро, друзья, я отправился на автобазар. Давненько я там на самом деле не был. Заметил то, что игрок выставил Ламборгини Авинтадор за 27 миллионов с копейками. Не знаю почему, но я прям загорелся купить этот автомобиль. Учитывая, что его средняя стоимость 28 миллионов. Ровно за 27 лямов плюс 1 миллион. 80 тысяч комиссия. И я приобретаю данный автомобиль. На руках у меня остается 17 миллионов. И на самом деле, смотря это сейчас, я правда не понимаю, что на меня нашло. И зачем я вообще приобрел этот автомобиль. Решил я замерить максимальную скорость данного автомобиля. И что-то мне кажется, либо он какой-то медленный. И как оказывается, из-за того, что пробег у него 12 тысяч, скорость автомобиля, ну а точнее его максималка, становится все меньше. Также решил проверить багажник, но здесь он оказался пустым. И что-то мне кажется, я уйду в минус с этой машины. Вернулся я на автобазар и сразу же выставил ее за 35 миллионов. Это, конечно, смешные деньги по отношению к данному автомобилю. Но кто его знает, вдруг найдется тот самый игрок, который купит у меня ее за столько. На протяжении того дня у меня так никто и не купил машину. Поэтому на следующий день я снова захожу в игру. Лутаю свой хлопок. На своем Маверике отправляюсь к Ламборгини, доезжаю до автобазара, ну и, конечно, выставляю ее также за 35 миллионов. Долгое время я просидел. Чаще всего игроки просто подходили и предлагали за нее 20 миллионов. Учитывая, что ее госстоимость является 20 миллионов, не вижу смысла кому-то ее за столько продавать. В крайнем случае можно просто поставить на нее страховку на слет и подождать, пока она слетит по налогам. В какой-то момент я решаюсь снизить цену, поэтому выставляю ее за 30 миллионов. Но не факт, что ее купят даже за столько, ибо цена за автомобиль с пробегом в 12 тысяч явно была завышенной. Пока я сидел на автобазаре, я увидел, что уже завтра Аризона представит видос с грядущего праздничного обновления. Ну а как вы знаете, обычно Аризона в эти дни запускает X4 Payday. И я подумал, почему бы мне не зафулить свой депозит, учитывая, что прямо сейчас у меня на депозите 189 миллионов. Положил я 5 лямов на свой депозитный счет, на руках у меня осталось 12 миллионов. Ну и по сути уже во время X4, я думаю, я полностью забью свой депозит на фул. Далее, друзья, я вернулся на автобазар, на этот раз выставил ламбу за 25 миллионов, чтобы просто как-то от нее избавиться. Все это время, что я ее продавал, я сидел АФК, иногда чекал игру, и в какой-то момент мне пишет какой-то игрок ВКонтакте, Ку, давай обмен ламбу твою на 297 бар. Я понимаю, что 297 бар это бомжатский, но я подумал, учитывая, что я ютубер, у меня есть аудитория, на стримах я смогу играть с подписчиками в том самом баре. Как-никак, если сравнивать бизнес и машину, с бизнеса по-любому можно поднять какие-то гроши, и уже под самый конец можно его будет продать. Поэтому я соглашаюсь, подъезжаю к этому самому бизнесу, и как ни странно, тот самый игрок также подъехал на Ламборгини за 11 миллионов. Игрок передает мне бизнес. Поздравляем вас с приобретением бизнеса за 11 миллионов, 123 тысячи, 123 доллара. Остался у меня, конечно, миллиончик, но прямо сейчас мы возвращаемся на автобазар, где я и предлагаю продать ламбу. Также за 11 миллионов. Ну вот и все, автомобиль был продан. Самое главное, что я от него избавился, и взамен я получил такой вот бизнес. И что ж, давайте зайдем внутрь. И сразу я удивился, ибо здесь довольно прикольная инта. Цены, как вы видите, здесь довольно маленькие, поэтому, если будете рядом, обязательно залетайте сюда, можете покушать. Ну и, наверное, самое интересное, это посмотреть финку этого бизнеса. Ну и, как мы видим, в четверг была финка в размере 1 миллиона. Не знаю, посмотрим, какую финку получится у меня здесь сделать. В любом случае, друзья, я надеюсь на вашу помощь. И напишите в комментариях, вообще стоило обменивать ламбу на этот бизнес или нет. Ну и также, друзья, вот он победитель на розыгрыш из прошлой серии. Отпиши мне ВКонтакте. Ну а сегодня, друзья, снова разыгрываем тот самый Мерседес ГЛС 2020 года, ибо победитель так и не нашелся, поэтому условия, как всегда, простые. Лайк, подписка и комментарий, где обязательно нужно написать свой никнейм на сервере Гилберт. С вами был Джонни Стар. Всем до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok